Здравствуйте, товарищи и друзья! Здравствуй, Крым, земля героев, подвижников и патриотов! Я горжусь, что русский народ за тысячу лет сколотил одно из самых великих государств, собрал под свои знамена 190 народов и народностей, не порушив ни одного языка, не унизив ни одной веры и культуры. Я горжусь, что именно здесь, на этой земле, закладывалась наша историческая безопасность. Князь Потемкин и полководец Суворов здесь определили базу, которая уберегла страну и продолжает беречь всех нас вместе. А до этого 300 лет подряд отсюда были набеги на Москву и русское государство, когда сотни тысяч славян через порты при Черноморье были угнаны в рабство. Я горжусь, что именно здесь сражался мой отец, солдат Красной Армии, здесь защищал Одессу и Севастополь, здесь был смертельно ранен и после пяти операций выжил, и 50 лет учил детей доброму и вечному. Я горжусь, что здесь возник лучший в мире на земле пионерский лагерь «Артек», который за последние пять лет мы преобразили, и он снова является самой удивительной и лучшей здравницей. Горжусь тем, что именно здесь, я хочу это напомнить накануне 75-й годовщины освобождения Крыма и Севастополя, именно здесь Сталин, Черчилль и Рузвельт определяли судьбу мира на ближайшие десятилетия, и их политика сегодня обеспечивает нам надежную безопасность. Я горжусь тем, что вы, крымчане, пять лет назад продемонстрировали нам всем пример, пример воли единства. Здесь не было партий, здесь была главная партия Россия и Крым, которые должны быть вместе мирно и добровольно. И вы показали этот удивительный пример. Здесь, несмотря на то, что было 50 тысяч солдат с двух сторон, не выстрела ни одна пушка, это свидетельствует об ответственности тех, кто носит офицерскую форму, и кто является настоящим государственником. Я и горжусь тем, что президенту Путину хватило в то время воли проявить характер и показать, что мы действительно стоим за мир и безопасность. Но мы должны сделать в новом пятилетии еще 10 шагов вперед, потому что нас снова окружили недруги, снова обложили санкциями, снова в Киеве господствуют нацисты-бандеровцы под руководством ЦРУшников. Мы должны еще больше сплотиться и выполнить главную директиву, которая прозвучала в послании президента. Войти в пятерку самых мощных держав, освоить самые современные технологии, обеспечить борьбу с бедностью и социальные гарантии каждому. Я уверен, что крымчане будут идти в авангарде этой работы. Они показали, что это могут и строя мост, и осваивая огромные просторы, и восстанавливая порушенные хозяйства, и обеспечивая нам лучшие условия для здравоохранения. Спасибо вам за мужество, за верность к новым победам наш братский Крым, наш дорогой Севастополь, наши друзья и товарищи. Да здравствует Крым и ваша наша общая победа. Ура! Ура!